Свои! Жители дома на Откарской знают, открывать дверь можно только своим. Почтальон Юлия уверена, это ее заслуга тоже. Всех пенсионеров она предупреждала и не раз. Быть бдительными и не подаваться на уловки мошенников. Никакий, ни пенсионный фонд не ходит по домам, ни соцслужбы, если у тебя нет работника такого. Никто не ходит сейчас. Вместе с письмами сегодня гражданам вручают памятки. В них описаны виды мошенничества, способы защиты от них и куда незамедлительно нужно обращаться за помощью. Мы хотим вам предоставить буклет, его держите на видном месте. Здесь все случаи расписаны. Если будет в каком-то плане мошенничество, вы звоните, сообщайте в колесу. Держать памятку всегда на видном месте участковому обещает пенсионерка Валентина Дмитриевна. Говорит, ее пытались обмануть и не раз. Один раз позвонили и говорят, ваш сын попался вроде с наркотиками, 50 тысяч, и мы его отпускаем. Звоню, сын не берет. Думаю, неужели правда. И он ходит. Я сразу позвонила участковому. Все без исключения жители дома уверяют участкового. О том, как не стать жертвами мошенников, знают. Работает профилактика. Подтверждают это и цифры. В Саратове за три месяца зарегистрировано 726 случаев мошенничества. За аналогичный период прошлого года – 1040. Налажены работы участковых со старшими домов и подъездов. Осуществляется постоянное взаимодействие полиции с Почтой России. Это не первая акция, которую мы проводим совместно с Саратовской полицией. Мы до этого проводили акцию «Безопасный дом», «Подъезд», «Квартира». Проводили акцию «Открытка Победы». А сегодня мы говорим о том, что количество мошенников увеличивается. Почему мы совместно проводим? Потому что мошенники, и тут нас тоже коснулось, представлялись именем почтальона. Акция «Осторожно, мошенники» проходит в каждом районе Саратова. Памятки о том, как не стать жертвой аферистов, можно будет найти даже в почтовом ящике. В случае беды нужно звонить по телефонам, указанным в них. И помните, чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем выше шансы на задержание обманщиков по горячим следам. Эллада Обжалимова, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов.